Холд или Хайленд Холд. Походив по залу, найдя потрясающе красивый экземпляр, но не в очень хорошей шоу-кондиции, мы попробуем на ваших глазах сделать из нее действительно звездочку. В общем, друзья мои, у нас сейчас будет с надеждой такой, как это правильно сказать, парный конферанс. Надя как специалист будет рассказывать, а я как любитель, потому что я не особенно разбираюсь вот в этом вот действии под названием груминг, знаю, что шерсть должна лосниться, а уж как этого добиться, нам Надя сейчас расскажет. Эта кошечка вероятнее всего, что еще совсем новичок, пока ее пугают какие-то посторонние шумы. Также кошка в очень хорошем породном типе, в судейской стране, но она совершенно не подготовлена к выставке. Вот представим себе, да, обычную ситуацию, то есть у вас есть, у вас есть юниор, правильно сказать, да? То есть вот вы только-только начинаете готовиться к выставкам, кошка еще не готова, видим, мы видим, как вот, собственно, колтуны, да, когти еще не приведены в порядок, то есть сейчас еще и маникюром с педикюром займемся, ну и, соответственно, почистим ушки, посмотрим, как правильно привести мордочку в порядок, ну и, наверное, сделаем окрас более красивым. Ладно, женщины ухаживают за своими волосами, окрашивают их, но как это сделать с кошки? Ну вот сейчас мы все, в принципе, узнаем. Надя нам сейчас все расскажет. С чего мы начинаем? Первонаперва, любую манипуляцию с кошкой необходимо начинать со стрижки когтей, так как эта процедура может быть небезопасна либо для вас, либо для вашего помощника. Ну, логично и абсолютно правильно, мне кажется. Сначала нужно обезопасить хищника, а мы знаем, что кошки — это хищники, а потом уже переходить к следующим процедурам, для того, чтобы можно было не переживать за свое собственное здоровье, что мы потеряли, Надя. Ну, ничего страшного, бывает такое. Сейчас мы все найдем, сейчас все обнаружим. Может быть, она просто куда-то упала? У нас ничего не падало со стола? Ага. Это как, подождите, Надя, это какие-то специальные ножницы, необычные формы. Те, кто курит сигары, кто подвержен этой вредной привычке, знают, что такое катар для сигар, да? Ну, это такой вот маленький, вот очень-очень-очень ограниченный такой вот диаметр. Ну, вот, собственно, да, вот за эту трубочку, да, вот такого размера. Можно курить дальше. И как правильно, чтобы кошка не оцарапала вас, чтобы без последствий? Ну, первое, сегодня необходимо кошке обеспечить твердую поверхность. Вы можете сесть с ней на стул, на пол, и ее поставить, вот как мы сейчас, на столик. Обязательно, первое, одно, что мы обращаем ваше внимание, устойчивая, твердая поверхность, чтобы не скакала, не играла, и она не могла бы вырваться, правильно? То есть, чтобы у вас была возможность, ну, давайте, говорите, немножко зафиксировать, придавить кошечку так вот, ну, вот, чтобы она могла. Итак, мы, соответственно... Еще я дам свои комментарии. Передние лапочки у кошек, они в суставах плечевых, очень подвижные. И когда нам нужно зафиксировать кошку, мы абсолютно безболезненно для нее можем это делать вот так. Друзья мои, я позволю себе непрофессиональный комментарий. Заламываем лапку за голову. И вот так вот спокойным, абсолютно, знаете, хладнокровным способом обрезаем коготки. Коготочек обрезается, как знают многие владельцы кошек, исключительно на острые части. То есть, острую прозрачную частичку когтя мы убираем. Но матовую, непрозрачную часть коготочков мы не должны трогать, потому что там много кровеносных сосудов и много нервных окончаний. Не хуже, чем у людей. То есть, можно так резануть, что потом это будет с последствиями, да? Чем это может закончиться? Это абсцесс, загноение. Какие последствия? Прежде всего, у кошки будет болевой симптом, и это опасно будет для вас. То есть, небезопасно для человека, который проводит эту процедуру. Кошка может укусить, может ударить задними когтями, поэтому лучше этого не допускать. Но, если вдруг это случайно произошло, дайте пару-тройку минут кошке отдохнуть, и обязательно параллельный коготочек нужно обработать либо порошком антисептическим, либо спеем антисептическим, чтобы не было распаления никакого. Подождите, Надя, это все, конечно, хорошо и здорово, но представим себе, вот обычный человек, не так, как вы, не эксперт, не участник выставок, обычная кошка, за которой, в принципе, следят люди, но нет у них этих порошков. Можно ли использовать зеленку, йод, которую мы используем для людей? Можно использовать йод. Хорошим антисептиком является также раствор термонганата калия, обычная марганцутка. Если где-то это случилось на даче, великолепной работы грузская водка. Хорошо. То есть мы нашли применение еще одну напитку очень. Скажите, Надежда, принципиально ли начинать обрезание коготков именно с передних лап? Можно с задних начать или не принципиально? Для профессионала это не принципиально, но для новичка, наверное, я бы рекомендовала это делать с передних лапочек, потому что передние лапки у кошек они наиболее цепкие. И наиболее неприятный для кошки момент это стрижка не передних, а именно с задних когтей. И вот когда ваша кошка обезоружена с передними лапками, все у нее случилось хорошо, и вот тогда вы совершенно безбоязнен и безболезнен для рук, и всего прочего, можете дальше работать с задними лапками. Ну, обращаю ваше внимание на то, что кошка-то, понятное дело, вы ей вдруг сделали больно, нужно обработать рану кошки. Не забывайте о том, что и вам не помешает тоже обработать те царапины, которые вдруг нанесла вам кошка. К задним лапам переходим. Или что? Ага, теперь задним. Смотрите, как правильно фиксировать кошку для подрезания когтей на задней лапе. Кошка точно так же может находиться в спокойном состоянии. Существует два варианта профессиональной стрижки когтей. Первый вариант, когда киска лежит на животе. В данном случае я вам покажу оба варианта. Эту лапу я пострадаю, когда она лежит в таком положении. Может быть? Просто внимательно смотрим. Кошка придавливается рукой, в которой находятся ножницы. Вторая рука держит лапу и, собственно, спокойненько обрезаете. Это когда кошка лежит на животе. Это первый способ. Второй способ, когда кошка... Есть второй способ. Для многих заводчиков, многие ее применяют, я очень часто вижу, когда заводчик кошки сидит и сажает кошку таким образом к себе на колени. Когда у вас также появляется вопрос, вы локтем фиксируете кошку и в то же время вы можете фиксировать кошку. Она у вас разговаривает. Ну, в общем, смотрите, да, вот таким вот образом фиксируете кошку одной рукой под мышкой. Этой же рукой держите лапу, второй свободной рукой вы обрезаете когти. В общем, с когтями мы уже разобрались. Спасибо. Это основной первый угод, да, вот за когтями. Что-то еще делает, какие-то манипуляции с когтями проводятся? Ну, вообще существует в доме для кошек не высказочная, а потрясающая совершенно штука. Это мягкие когатки. Такие мягкие каучиковые колпачки, которые многие владельцы кошек поднимают на когатке кошки. Это и для кошки безопасно, и, в общем, для обоев, для мебели, для гонцовей. Вот, друзья мои, помните, у нас была викторина, я владелец кошки, и мы говорили о том, как нужно вести себя с кошкой, которая портит мебель. Оказывается, есть специальные каучуковые, такие, ну, давайте говорить, такие напальчники, да, вот своего рода, которые защищают вашу мебель, и, собственно, пол, и все покрытия в квартире от того, чтобы кошка не испортила своими когтями весь инферьер вашего дома. Что мы делаем дальше, Надежда? Вот дальше, когда мы кошку обезоружили, скажем так, нужно посмотреть состояние шерсти, состояние мордочки, потому что с элементарной чистки кошки, то есть мы должны ее почистить, потому что, вы можете обратить внимание, я специально купила именно такой экземпляр, который можно и нужно доработать. У этой кошки есть присутствие желтизны на лапах, которая недопустима для шоу кошек. То есть это следствие физиологических выделений, но кошка не совсем правильно подготовлена к шоу. Мы ей поможем, чтобы она хорошо выступила на этом шоу. Отлично. Друзья мои, то есть вы запоминаете, да, для себя, что обязательно окрас кошки шоу, участвующей в выставке, должен быть равномерным. То есть если это белые лапки, они должны быть белыми, не желтыми. И если они вот переходят в желтый цвет, это уже не доработка, это уже минус. Это, в принципе, наверное, дисквалификация. Или... Ну, просто низкая оценка. Нехорошо. Если кошка может быть совсем грязная, судья имеет право идете дисквалифицировать новинки? Вот как. Ну, я думаю, что люди, которые приходят на выставки, они отдают себе отчет о том, что имеет смысл подготовить кошку. Знаете, радости к моей, работая почти 8 лет в сфере как раз грунтерства, имея огромный питомник в Москве, это достаточно давно, но до сих пор в регионах России очень часто на суде приходится сталкиваться с животными совершенно грязными. Ну, знаете, живет дома какой-нибудь дворянин приблудный, вроде как сибиряк, или, не знаю, на мейн-куну похож. Может, приходишь и участвуешь в выставке, почему нет? Да, совершенно верно. Итак, прежде чем с вами мы начнем делать лапки белыми, делать окрас более красивым и контрастным, в самом начале нашего, так скажем, мастер-класса мы с вами что увидели на шерсти? Колдуны. Это жуткое слово. Да, жуткое слово колдуны, а на самом деле это маленькие плоские шерсти, на которые налипает бытовая пыль, либо какие-то кусочки пищи и они как маквит до себя притягивают все загрязнения и шерсть начинает закручиваться, потому что текстура шерсти у колдвейношерстных животных она имеет структурную структуру. Естественно, чем больше грязи, тем больше колдунов. Поэтому, прежде чем начать все основные малипуляции, мы эти колдуны удалим и колдуны мы удалим такой вот специальной штукой. Называется это колдунорез. Это маленькие острые ножики, малюсенькие, которые совершенно бесполезны для кошки, вырезают аккуратненько омертвевшую шерсть, при этом они оставляют здоровую шерсть, нетронутой. Обращаю ваше внимание, вот пока Надежда будет делать эту манипуляцию, вот такая вот специальная расческа, щетка, не знаю, такой вот, ага, вот так это, с заостренными зубчиками и, собственно, срезающая часть находится не на конце этих вот зубчиков, а внутри, вот между этими зубцами и, соответственно, вот эти зубки, они не ранят кожу, а, собственно, обрезающая часть находится глубоко внутри и она, собственно, и убирает вот ненужные все вот эти вещи. Я так думаю, что, наверное, можно сказать, что все хорошо знают, что такое валенки, как их валяют, да? Ну, наверное, вот тот же самый принцип валяния шерсти сейчас вот здесь мы наблюдаем. Да, приблизительно таким же образом работает такое приспособление, которое называется фурминатор. Фурминатор также удаляет отмершую шерсть и также, если это фурминатор с большими цвилиями, можно им совершенно спокойно удалять маленькие колтуны. Угу. Вот как. Отлично. Ну, хвост у кошки, мне кажется, это, знаете, как самый главный аксессуар и, соответственно, он должен быть всегда в идеальном состоянии, и уж тем более, если вы участвуйте в выставке, то тут, наверное, очень важно действительно проследить за тем. Вот таким вот, знаете, как очень простым нехитрым способом вы вот нащупываете кошку и замечаете где-то вот свалявшуюся шерсть и, собственно, с помощью вот этих как они, как они, надежда, правильно называются-то эти вот. Вот приходишь в магазин и говоришь, мне нужна вот эта штука, чтобы колтыны удалять. Ну, это как-то, да, вот некрасиво. Скажет, о, любитель, нужно как-то вот, как это правильно называется, прибор? Прибор это правильно, так называется колтунорез. Ну, видите как. Все гораздо проще. Мне нужен колтунорез. А у вас спрашивают, а у вас кто? Британец или, допустим, Мэйн-кун? Принципиально ли колтунорезы? Они все одного размера или разные? Все колтунорезы имеют совершенно разную, разную длину зубьев и разную частоту зубьев. Так как это острое лезвие, мы можем это чувствовать, когда нажимаем, но острая часть находится между зубчиками, за счет чего происходит срезание омертвевших колтунов. Вот эти два вида, они подходят больше, как раз вот для таких юных леди, подходят для сибирских кошек, для бейн-кунов, для любой полудлинношерстной породы кошек. Для британских кошек используются наиболее короткие, вот как, ближе, вот как к второму вот такому вот варианту. То есть зубчики наиболее частые, наиболее короткие. Надежда, извините, я перебью вас. То есть, получается, мы приходим в магазин, в зоомагазин, да? И понимаем, что они же, наверное, как-то пронумерованы, у них какая-то классификация есть? Вы знаете, зачастую у нас немножко в России не так давно появился огромный выбор всевозможных аксессуаров на подготовке, в том числе, как бы, для подготовки наших животных. И, к сожалению, они очень часто не соответствуют. В одной, например, компании это от нуля до васю, к примеру. А в другой компании это, наоборот, с десятого номера по первой, к примеру. То есть, необходимо просто всегда знать, короткошечное животное, будь то британец, будь то плюшевый шатанец или, например, ориентал, которому иногда такая штука может понадобиться во время рейки, которая убирает там, укревшие волоски. Нужно использовать максимально короткие зубья. Чем длиннее шерсть, соответственно, тем эти зуби должны длиннее. Очень простая формула. Чем длиннее шерсть у вашего питомца, тем длиннее должны быть зубья у колтунорезки, как мы выяснили. А теперь вы берете в руки, после того, как мы удалили колтуны, какая-то тоже специальная щетка или это обычная щетка, которую используют люди? Теоретически, наверное, люди тоже как бы тоже можем... Массажная, как бы обычная массажная щетка. У меня хороший костюм не пробивает, я не почувствовал. Вот вы мне на поруке сделаете? А, то есть зубцы такие, они очень твердые. Зубцы у такой расчески, они твердые, то есть они не пружинят, как массажные расчески для людей, но они чуть закругленные на кончиках, то есть мы не пораним кошку. И вот такая щетка, она достаточно редкая. Я думаю, что, наверное, в магазинах для людей также мы можем найти, но лучше все-таки покупать в профессиональном магазине для животных, потому что это сталь, которая обладает прекрасным антистетическим эффектом. Вот, пожалуйста, видите, как хорошо, мастер-класс абсолютно правильно проходит у нас, потому что, смотрите, обращаю ваше внимание, приходите в магазин, покупайте себе вот своему питомцу вот такую вот щетку. Вы понимаете, что щетка должна быть на твердой основе, стальные зубцы должны быть у нее, обязательно с закругленными концами, чтобы не поранить кожу кошки. Ну и, соответственно, нужно, наверное, это можно спросить у продавца, да, с антистатическим действием или нет. Они разные бывают. Они бывают действительно совершенно разные и покрытий бывает огромное множество. Есть стихоновое покрытие, есть титановое покрытие. Я объясню, почему так важен момент снятия статической электричества.